Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня очень важное видео о потере мышечной массы после 35 лет. И сейчас вы узнаете, как набрать мышечную массу и остановить ее потерю после 35-40 лет. Три условия роста мышц. Ошибки. Чем опасен слабый тонус мышц? Почему мышцы нужны не только для передвижения? От чего вообще растут мышцы? Какие продукты помогут набрать мышечную массу? И многое другое вы узнаете за такое короткое время для подобной информации. И я постараюсь раскрыть эту тему полностью раз и навсегда. После 35-40 лет у большинства людей, не занимающихся спортом или активным физическим трудом, начинает страдать и сила, и мощность, и выносливость. То есть происходит потеря мышечной ткани и теряется ее мощь. Это связано с многими причинами, главными из которых являются уменьшение выработки гормона роста, а это происходит с 25 лет, и тогда пропадает важный анаболитический эффект гормона роста. Обычно с 35-40 лет у людей происходит уменьшение физической работы и нагрузки, а значит мышцам нет смысла оставаться в прежнем тонусе и объеме из-за отсутствия на них должной нагрузки. Происходят потери тонуса мышц и из-за неадекватного питания, в котором наблюдается дефицит аминокислот и других важных нутриентов, нужных для построения и обмена мышечной ткани. Теряется мышечная ткань также и по причине отсутствия должного количества энергии, то есть из-за вялости митохондрий. Митохондрии это энергетические станции нашего организма. Они есть во всех клетках, а в мышечной ткани их особенно много. Тема их активации очень важная. Наверное, это самая важная в современной науке тема. Кстати, хотите, чтобы я сделал видео на тему активации митохондрий и вообще их роли в омоложении организма и продолжительности жизни? Тогда под этим видео напишите мне об этом, не ленитесь. И если хотя бы 3000 запросов подобных будет, то я проведу эту очень сложную, но важную работу по созданию такого видео. Важное определение саркопения – это уменьшение и объема, и функций мышечного волокна. Это состояние, конечно, необратимое, но удержать атрофию мышечной ткани возможно. Можно на десятки лет дольше сохранить тонус мышечной ткани и, соответственно, молодость и активность. Но для этого нужно учесть все советы, которые я сейчас вам и дам, ну а потом не лениться и их соблюдать. Есть, конечно, яркие исключения и подтверждение тому, что и далеко за 30 и 40 лет люди сохраняют мышечный тонус. Да еще какой! К примеру, всем известный силачий борец Иван Поддубный или атамана Репка из произведения Гелеровского «Моис Китания», где был описан тот самый Исполин Репка, который в 70 лет имел такую силу, что ни один живущий на планете в наши дни молодой человек такой силы не имеет. Заметьте, дорогие товарищи, богатыри прошлого не качались в спортзалах и не принимали спортивные добавки и гормоны. Их просто тогда не было. Зато было нечто иное. А мышечная масса и сила, то есть сила мышц и связок, это всегда сочетание объективных факторов. Это и природная генетика, и активный труд с детства, плюс натуральное полноценное питание. Кстати, Иван Поддубный, ну, кто не знал этого факта, не только не употреблял алкоголь и табак, что естественно, но и был вегетарианцем. Жаль, об этом не сказали в одноименном фильме, который несколько лет назад сняли с Пореченковым главной роли. А его отец, Ивана Поддубного в старости, мог быка за рога повалить на землю. А дед Ивана Поддубного прожил 120 лет. Кстати, тема о вырождении богатырей тоже, наверное, интересная. Я давно думал сделать видео на эту тему, но как-то руки все не доходили. Интересно вам, чтобы я сделал такое видео? Тогда напишите в комментариях об этом. Почему так важно сберечь объем и силу мышц? Дело в том, что дисбаланс мышечного тонуса ведет к проблемам со всей опорно-двигательной системой, к травмам и к долгому восстановлению после них. Мышцы же защищают от травм, как подушки безопасности. Вспомните хотя бы перелом шейки бедра у пожилых людей. Хотя тот же Академик Углов, перенеся это в 99 лет после операции, начал расхаживаться уже в день операции. Да, перелом происходит, конечно, в основном из-за остеопороза, но вот восстановление после перелома – это дело другое. Мышцы – это еще и буфер распределения энергии. Именно в мышечной ткани больше всего митохондрий, а ослабление буферных свойств мышц – это и ожирение, и воспаление. Тогда меньше синтезируется так важного в любом возрасте гормона роста. И при малой мышечной массе происходят прочие метаболические нарушения. Надо держать себя в тонусе еще и по этой причине. Помните, мышцы нужны не только для передвижения. А у кого тонус мышечной ткани выше и возможность, способность клетками тем самым потреблять большее количество кислорода выше, у того и срок жизни будет тоже выше. Надо сохранить свой потенциал мышцы. Это и есть потенциал. Это и возможность уменьшить, отодвинуть возрастные изменения. Но речь, конечно же, не идет о том, чтобы стать качком или культуристом. Нет, конечно. Кукриникс Ефимов и художник Зиновьев прожили почти по 110 лет. И оба до последнего дня занимались отжиманиями, приседаниями, другими упражнениями. Каждый день и каждый интенсивно. Дед великого скульптора-академика Каненкова 110 лет ходил под дрова в лес с вязанкой дров за спиной. Кстати, посмотрите вот эти все мои видео из раздела на моем канале про долгожителей. Вы найдете для себя очень много важных фактов и важную, интересную аналитику. Ссылка на этот мой плейлист канала вам будет дана под этим видео. Очень важны физические нагрузки с тяжестями, утяжелителями, гантелями, эспандером и так далее. Аэробные нагрузки тоже важны и хороши. Ну, то есть, быстрая ходьба, бег, велосипед. Но важна еще и сила мышц. Так вот, силовые занятия, это гантели, гири и иные грузы, утяжелители, например, накладки на ноги. Важны такие упражнения на все группы мышц. Помните об этом. Особенно на ножные мышцы. А вот теперь самое интересное. Отчего же растут мышцы? Три главные условия для этого роста. Первое. Необходим строительный материал, аминокислоты, но не белки, а именно аминокислоты. Чуть ниже это я поясню. Второе. Необходимы физические нагрузки на эти группы мышц, которые вы хотите нарастить. Третье. Необходимо достаточное количество энергии митохондрий для обеспечения роста и сохранения мышечного волокна. Ну, а теперь я поясню это подробнее. Первое. Почему нужны именно аминокислоты, а не белки? Дело в том, что любой белок, попадая в организм, растительный, животный, должен разобраться на свои составные части, то есть на мономеры, на аминокислоты, которые и всасываются в кровь и разносятся ей во все клетки нашего организма, где и происходит построение из них белков. Процесс этот называется биосинтез белка, и идет он в органеллах, которые называются рибосомами. Так и происходит построение клеток, их деление. И так увеличивается мышечная ткань, мышечная масса. Но высокомолекулярные белки, в первую очередь животного происхождения, разбираются в желудке и в следующем отделе ЖКТ 12-перстной кишки не в полном объеме. И все же, проникая через тонкий кишечник в кровь, в виде крупных структур, полимеров, а не отдельных аминокислот, мономеров, воспринимаются наши иммунные системы как чужеродные агенты, антигены. И такие цельные белки, попавшие в кровь, уничтожаются нашими иммунными клетками, антителами, со всеми вытекающими негативными последствиями, о которых я подробно пояснял в моих старых лекциях и в новых, например, в лекции «Мясо» или в лекции «Раздельное питание». Посмотрите их потом непременно. К тому же, на разбор сложных белков до аминокислот идет очень много энергии, ферментов и иных ресурсов нашего организма. А на усвоение простых аминокислот почти нисколько. Поэтому разумнее, особенно тем, кто болен, немощен, ослаблен после болезней, да и вообще всем, принимать, потреблять в качестве добавок к пище именно аминокислоты или есть пищу, богатую низкомолекулярными белками и свободными аминокислотами. Главное, чтобы не было дефицита в этих важных протобелках, то есть в аминокислотах и, конечно же, других нутриентах. А это и есть, по сути, правильное питание, но только не то, что называют ПП правильным питанием, которое к нему не имеет никакого отношения. А вот что такое правильное питание, об этом подробно я объясняю в моих разных лекциях и объясняю досконально и пошагово. Ну и кто не подписался, подписывайтесь вот на этот мой главный канал, нажмите рядом на колокольчик, выберите, чтобы вам приходили все уведомления о выходе моих новых видео. Но если они вдруг не приходят, а с ютубом такая проблема сейчас бывает, то можно поступить еще и по-другому. На нашем сайте nadgar.ru в самом низу, если пролистнуть страничку до самого конца, есть такое поле «Подписаться», туда надо ввести свой электронный адрес и нажать кнопку «Подписаться», и тогда вы точно будете получать от нас все уведомления о выходе наших новых каких-то информационных продуктов, видео, ну и прочей рассылки, которая будет вам весьма полезна. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Захотите, подпишитесь. Второе. Важно еще понять следующее. Мышцы растут при одном условии. Ну, то есть только верного, правильного питания мало. Важно соблюсти еще одно правило. Дать нашему мозгу понять, что вам реально нужно больше мышечного волокна, ну, чтобы справиться с той или иной физической задачей, а именно поднять и переместить тот или иной предмет, груз. То есть надо дать нагрузку на те мышцы, которые вы хотите нарастить, таким образом, чтобы сделать максимальное количество повторений. Пока последний повтор не будет через силу на грани, именно эти последние и затрудненные повторения и провоцируют рост мышц. То есть, если организм понимает, что задача невыполнима, но выполнить ее необходимо, и потому нужно больше мышечной массы на эти выполнения. Вот и идет тогда рост этих мышц. Если им, конечно, для этого достаточно аминокислот, то есть строительного материала, и энергии. Еще немного о питании. Говоря о белках, для наращивания мышечной массы, их нужно 1 грамм белка на 1 килограмм массы тела в день. Это для здоровых людей. Но если печень и почки больные, то не нужно есть белка более полуграмма, максимум 0,7 грамм на килограмм массы тела в день. Помните, что КПД усвоения белка падает с возрастом, поэтому аминокислоты и предпочтительнее лейцина стоит больше потреблять. Стоит покупать его дополнительно, отдельно. Лет с 50-60 вполне достаточно потреблять 0,5-0,6 грамм белка на 1 килограмм массы тела в день. Для людей умственного труда достаточно 0,5 грамм белка на 1 килограмм массы тела в день. Самые важные аминокислоты для набора мышечной массы – это лизин, аргинин и трептофан. Я советую, у кого есть возможность, конечно же, потреблять лучшее, что может быть для получения всех аминокислот и отсутствия вреда от высокомолекулярных белков. А получить протобелок в самом легкоусвояемом виде – это протеин конопляный и протеин 4 в 1. Вот они. Непременно прочтите описание и состав, перейдя по ссылочке под этим видео. Приобрести именно этот протеин, самый легкоусвояемый, самый качественный, вернее, правильно сказать, протопротеин, то есть чистые аминокислоты, все, включая все незаменимые, можно на нашем сайте надгар.ру. А белок 4 в 1 – это наша особая гордость и разработка. Этот комплекс с увеличенным количеством аминокислот аргинина и трептофана для увеличения синтеза нашим организмом естественным путем так важного нам гормона роста, особенно после 40 лет. Да, для увеличения синтеза гормона роста есть несколько условий, и одно из них – это потребление аминокислоты аргинина. Трептофан же усиливает действие аргинина по выработке гормона роста. К тому же при тренировках, при естественных и тем более усиленных физических нагрузках и достаточном количестве необходимых аминокислот с пищей начинает активно синтезироваться гормон роста, который является гормоном в том числе и омолаживающим организм. Он держит его в тонусе и защищает от потери мышечной массы. Также я рекомендую потреблять уникальный природно сбалансированный продукт – это очищенные ядра конопли. Креатин тоже очень важно применять при усиленных физических нагрузках. Это тоже моя рекомендация. Важно повысить тестостерон мужчинам естественным путем до нормы. У меня есть видео об этом на канале, вот оно. Женщинам от начала менопаузы возможно применение гормонозаместительной терапии эстрогеном. Это может иметь место для сохранения мышечной массы, но на правильном питании, на веганском киэто-питании, питании с низкими сахарами и пищей, достаточно богатой питательными веществами, вполне можно обойтись и без, и негативных последствий от климакса не будет. Для улучшения состояния и тонуса мышц я рекомендую маточное молочко, спирулину и хлорелу, в которой на сухом остатке до 78% белка, включая все незаменимые аминокислоты, и всю группу витаминов В. Огневку Прима для женщин очень важная вещь. И можно ее сочетать помесячно с огневкой Про, то есть месяц одну огневку, месяц другую принимать. Почитайте описание под этими товарами у нас на сайте надгард.ру. Конечно, получить белки и аминокислоты можно из разной пищи. Минералы и витамины очень важны. Они по сути и есть коферменты, и они неотъемлемая составляющая нашего рациона. Ферменты тоже жизненно нужны, разумеется. А ферменты, гормоны и даже витамины это тоже белки. Помните, что недостаток калия для роста и сохранения мышечной массы опасен. И многие другие микро и макроэлементы. Многие из которых в наши дни дефицитны для нас, потому что в почве их уже давно нет. А соответственно и в плодах, которые мы едим. Почему так? Об этом моя лекция «Лес и почва». Очень важны для роста мышечной массы витамины группы В, но это хлорелла и спирулина, как самый простой способ их получить в должном количестве, и витамин С. Но только в органической форме. Помните, витамин С разрушается при термообработке. Но он не должен поступать в организм со всякими там синтетическими оскорбинками. Самый лучший вариант, уникальный вариант, это жидкий, концентрированный, первый в мире органический витамин С в жидком виде, полученный полностью из растений, произвела компания «Дуалайф». Мы являемся представителями этой компании. Почитайте описание. Вот под этим товаром витамин С, я настоятельно рекомендую его принимать. Результат будет очевиден и быстр. Тем более при утомляемости, при слабом иммунитете, потреблять обязательно необходимо. Для профилактики заболеваний, в том числе вирусных. Ведь натуральный витамин С, а потреблять его надо на самом деле грамм в день, он является мощнейшим антиоксидантом. Очень опасен сахар и опасно состояние инсулинорезистентности. При ней происходит блокировка усвоения клетками не только сахаров, но и аминокислот, так как инсулин участвует и в усвоении белков, а не только сахаров. И это мало кто знает. А из-за высоких сахаров в крови, инсулин не проводит в клетку эти сахара и аминокислоты. Вот как раз из-за этой самой инсулинорезистентности. Именно поэтому диабетики часто теряют мышечную массу, коллаген, у них часто наблюдается мышечная слабость. Так что же важно учесть? Для наращивания мышц, укрепления тонуса, тургора, очень важно убрать инсулинорезистентность, устранив сахара из вашего рациона питания. Жиров будет достаточно для полного обеспечения энергии всех клеток организма. Сахара вообще не нужны и очень вредны. Помните, при дефиците глюкозы она будет синтезироваться из жиров и из белков, если это потребуется организмом. Ведь у нашего организма есть два способа получения энергии клетками. И это я подробно объяснял в моей лекции «Веганское кетопитание». Но вообще, соответствующие лекции для изучения я дам в конце этого видео. Еще очень важная проблема, связанная с ослаблениями мышц и невозможностью нарастить мышечную массу – это кортизольный стресс. Кортизол – это гормон надпочечников. Так вот, из-за высокого кортизола мышечные волокна превращаются в сахар. Этот процесс называется неоглюкогенезом. Такой тип обмена веществ называется надпочечниковым. На практике это потеря мышц, в первую очередь, ягодиц и рост жировых складок, живота и боков. Ускоряют, усиливают эти процессы нервные потрясения, нервные срывы, другими словами, нервные стрессы, а также недостаток аминокислот с пищей и высокий инсулин в крови. Тут идет взаимная связь. А вот интервальное голодание стимулирует выработку гормона роста, а он, в свою очередь, стимулирует удержание построения мышц. Дробное питание, перекусы, помните об этом, это очень вредно, так как при перекусах происходит всплеск инсулина в крови и происходит то, о чем я уже выше вам только что говорил. А вот интервальное голодание, другое дело, оно как раз убирает скачки сахара и, соответственно, со временем инсулинорезистентность. Для набора мышечной массы, как и для здоровья вообще, очень важен хороший сон. И он обязателен в своей глубокой фазе сна с 23.00 до 3 часов утра в полной кромешной тьме. Только тогда и только при этих условиях в полной должной мере вырабатывается так нужный нам гормон мелатонин, который не только нужен для роста и развития детей, но и он является противораковым гормоном, а также регулирует многие другие гормоны организма. Имейте это в виду. Еще есть такое очень важное понятие мощи мышц. Так вот, мощность – это важный показатель мышечной работы, зависящий одновременно от силы, скорости и технического мастерства. Мощность мышц определяется количеством работы, выполненной за единицу времени. Так вот, при одном и том же объеме мышечной массы с возрастом теряется ее мощность. Это естественный процесс, к сожалению. Но это зависит именно от потери с годами энергии, производимой в митохондриях мышц. То есть, это зависит от митохондриальной усталости. Вот почему это еще и главная тема для изучения во всем научном мире в наши дни. Вы помните, что я говорил в начале лекции? Интересна вам эта тема? Тогда напишите мне, не поленитесь, нужно ли для вас, чтобы я сделал видео на эту тему. Ведь это очень сложная работа. Тем более, чтобы донести до вас ее понятным, а не научным языком. Тогда не поленитесь, для вас это секунды, а для меня это сутки работы. Поэтому каждому, кому это будет интересно, напишите мне сюда в комментариях под этим видео, что, мол, да, я хочу, чтобы вы сделали видео о митохондриях или сделайте видео о митохондриях. Но я вам сейчас наперед скажу один из методов активации митохондрии. Пару слов об энергии. Чтобы получить анаболитические эффекты, направленные на построение мышечной массы, сухожилий, тургора кожи, для этого нужен инсулиноподобный фактор роста 1. Ну а для этого нужны все незаменимые аминокислоты и энергия. Нужна активация митохондрии. А вот для этого я рекомендую принимать препарат Т8-экстра, натуральный растительный, и Т8-экза. Плюс, конечно же, необходима физическая работа, о которой я говорил. Можно еще добавить огневку мумиё. На нашем сайте надгар.ру вы все это найдете. В самом качественном, лучшем виде. Еще пара коротких советов от меня. Во-первых, запускайте процесс аутофагии. Это самоочищение на клеточном уровне. За описание этого процесса несколько лет назад один японский ученый получил Нобелевскую премию. У меня есть видео на эту тему. Так вот, стимулирует аутофагию интервальное голодание и трава маринга. А лучше учитывать и то, и другое. Тогда вы запустите клеточное омоложение. Вторая рекомендация. Пройдите непременно и проходите два раза в год антипаразитарную программу. Ссылочка на этот полный комплекс, набор, достаточный для выгонки из организма всех паразитов, вы найдете вот под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Ну а теперь видео, которое я в связи с разговором нынешним вам рекомендую внимательно изучить. Это интервальное голодание, раздельное питание, аутофагия, как убрать жир, живот, бока навсегда, кетопитание, почему нельзя есть после 16.00, калории, тестостерон, закисление и ощелачивание организма, водородная живая вода и паразиты. Ну а на этом все, дорогие товарищи, на сегодня хватит, жду ваши комментарии. Понравилось вам это мое видео, важное оно? Ставьте лайки, поддержите мой канал, подпишитесь на него, кто это еще не сделал и отправляйте ссылки на это мое видео своим друзьям, коллегам, товарищам. Поделитесь моим видео со своими знакомыми. Ну а я желаю вам всем хорошим, честным, порядочным людям, крепкого здоровья, здравомыслия и до новых встреч, до свидания.